Я из тех, кто начал пить в детстве, там, 12-13-14. Жить радостно, без алкоголя, мне не получалось. Хотелось умереть как можно быстрее. Показать свои лица герои этого сюжета не могут, но они не боятся очень откровенно рассказывать о том, что чуть не лишило их работы, семьи, жизни. Я работал замгенерального директора в одном издательстве, но это не помешало мне, как последнему бомжу, пьянствовать в подвале обычной пятиэтажки хрущевки. Я зашел туда и очнулся только через трое суток. И то, благодаря тому, что у меня был с собой пейджер, не успел его пропить. Я посмотрел дату, уже оснулся и понял, что все, я приплыл. Последней каплей для Артема стали слова родителей, которые признались. Наверное, проще похоронить его. Сил терпеть постоянные запои сына больше не было. Так мужчина решил обратиться за помощью к врачам. Во время лечения один из специалистов рассказал ему о том, что существует группа анонимных алкоголиков, которая, возможно, поможет Артему и впоследствии. С тех пор он в трезвости уже 17 лет. Отвернулись дети, начались проблемы в семье. В ту пору я не могла работать, не могла выполнять функции, обязанности жены, мамы. Ну, то есть абсолютно все вокруг разрушено было. И здоровье, и отношения, и самоуважение было настолько утрачено. Опыта кодировок от алкоголя и лечения в наркологических клиниках у Яны не было. Обращаться за помощью к специалистам она стыдилась и не решалась. О содружестве анонимных алкоголиков узнала из крошечного объявления, которое увидела на улице совершенно случайно. Программа «12 шагов» кардинально изменила, казалось бы, разрушенную жизнь Яны. В трезвости она уже 7 лет. Я пил сколько мог, ну, условно говоря, да. То есть сколько позволяло здоровье, сколько там позволяли как-то какие-то условия жизни. Но в определенный момент там у каждого алкоголика наступает такой период, ну, когда все дальше как бы невозможно. К этому моменту Николай, который начал пить еще в юности, лишился семьи и работы. Спасение нашел в Содружестве анонимных алкоголиков. Желание жить в трезвом уме не покидает Николая уже 6 лет. Мы не заявляем о том, что анонимные алкоголики – это панацея от всех бед. Может быть, у кого-то там получается еще как-то. Но наш опыт и опыт очень многих алкоголиков, миллионов алкоголиков в этом мире, показывает, что вот наша программа дает возможность людям остановиться. От алкоголизма их спасли такие же, какими были и они сами. Вместе члены Содружества анонимных алкоголиков шаг за шагом учатся справляться с проблемами и радоваться жизни без спиртного. Программа «12 шагов» была создана в США в 30-е годы 20-го века. Ее суть состоит в признании очевидного факта. Сам человек не в состоянии справиться с нарко, алко или другими видами зависимости. И поэтому ему необходима помощь. Выздоровел сам, помоги другому. Основной принцип таких содружеств. Эти аплодисменты адресованы не только тем, чья жизнь спустя 12 непростых шагов вновь обрела смысл, но и тем, кто только начинает свой путь борьбы с алкоголизмом. Уже 24 года в Содружестве анонимных алкоголиков Владивостока мужчинам и женщинам абсолютно бесплатно помогают избавиться от болезни, способной уничтожить жизнь. Но болезнь эту можно победить. Стоит лишь сперва признать свое бессилие перед алкоголем. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.